В небе тучи хмурятся и дождь накрапывают мягкими минорными нотами. Хватит грустить, солнце и тепло еще будет, говорят синоптики. Но не сейчас. Бабьего лета придется подождать до следующей недели. А пока до 14 градусов тепла, дожди и даже небольшие заморозки. Виной тому атлантический циклон. Вот если бы было теплее, на речку можно было сходить погулять с друзьями. После такого периода дождей очень хочется тепла и солнца. Летним теплом запомнился сентябрь 1909 года. Тогда, 19 сентября, воздух прогрелся до 24 градусов. Самым холодным оказалось 19 сентября 1884. Тогда термометры показали минус 5. Синоптики говорят, эта осень по температурному режиму похожа на прошлую. А значит, солнце еще придется подождать. Вообще, бабьим летом называется потепление. Дней на 7, а то и на 2 недели. По Франции его называют лето Святого Мартина. В Германии бабушкино лето. А у карпатских славян и того интереснее. Бабьи морозы. Видимо, там, когда у всех теплее, становится холодно. Разгадку, почему же бабьи лето называют бабьим, искали сегодня и череповчане. Это, наверное, потому что бабы после уборочных компаний отдыхают, расслабляются, урожай сняли и живут припеваючи. У женщины, наверное, бывает такой возраст, когда все чувства вновь просыпаются, хочется жить, любить. Может, поэтому называется бабьим летом. Ну, бабьим летом это второе рождение и очень тепло и красиво, все одеваются красиво. А по народному календарю 19 сентября Михайловские утренники. Именно в этот день начиналась уборка лука. Именно при помощи этого растения наши предки пытались предсказать, какой именно будет зима. Если одежи на луке много, значит быть зиме суровой. Ну, а в этом году лук нарос с тонкой кожицей, поэтому, скорее всего, зима будет теплой. Кстати, не так давно синоптики пророчили этой осенью целых два бабьих лета. Будем надеяться, что не ошиблись. Продолжение следует...